внимание друзья начата запись очередной фильм из моей квартиры она же служит еще и рабочим место если слышите с кухни доносится юля собирает их племянницы или сергина мельникова собирает посылки последние но это не простой будет сейчас сейчас поймете мы с вами святая святых это мой каталог вот сегодня 25 апреля так проверяю еще раз запись вроде бы запись идет и так 25 апреля и сейчас случилось следующее дело того что я не могу вам показать ватсап на ватсапе есть у меня канал называется садоводство по железам вот и сейчас со всей страны нет не со всей это вторая восточная сторона в общем западнее урала урал сибирь везде лежит снег фотографии 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 вот и у меня на улице на улице лежит снег а вот свои свои могу показать смотрите вот а сегодня 25 число вот видите 25 апреля 20 год в 7 50 значит на улице минус 7 а у меня в деревне сейчас только сергеем сыном разговаривал потом минус 9 вот такие дела то есть еще еще не лето нет уже после завтра будет плюс но все равно это еще не лето это еще возможность заниматься садоводцами не терять вот вы намеку поняли и вот этот фильм серию фильмов этих я назову я не знаю это вторая или третья будет серия называю налетай подешевела вот я решил расшифровать каталог и где-то читать ну не любят у нас читать даже каталоги не любят знаете как почему чем это вызвано я получаю десятки писем следующего содержания открыл или особенно женщины открыла каталог посмотрела растерялась вот знаете что давайте что хотите то вышлите вот его моего а как же мне быть то сколько она готова потратить тысячи рублей две три у меня минимальный заказ тысячи рублей вот почему-то не меньше это не издевательство название друзья просто на почте же очереди знаете какие там постоянно людей не хватает вот постройка в этих очередях а бывали случаи пришлите 3 косточки я выращу 3 дерева мне больше не надо вот приходит пришлось ограничиться минимум 1000 рублей стоит заказ итак начинаем расшифровку вот читаю все подряд перешлите друзьям пожалуйста я вам обращаюсь к сожалению каталог по стране этот не бродит вот получил человек и все случай так обидно что я выброшу и каждый год выбрасываю не просто те же самые семечки косточки нет переросшие то есть еще некоторые бежали зачем выбрасывать раздайте не продайте раздайте ну так что они к этому времени уже перерастают прям холодильники вот такая качество их итак поехали свежее объявление так только для гостей сайта и каналов это значит только для вас черенки любого сорта 100 рублей а было 200 и вы ниже когда увидите а тут 200 черенки ладно это второй каталог вот теперь косточки и так 50 процентов скидка начинки удавлюсь дешевле уже не будет и дарить не буду вот я черенки когда нарезал я рассчитывал что повторится хотя бы столько же будет заказов как прошлом году получился облом черенки нарезаны вот каждый год несколько десятков человек заказывает а потом забывает что заказали когда им напоминаешь они или молчат или или пишут я раздумал а сказать что раздумал а черенки нарезаны вот это бывает очень очень обидно часть деревьев искалечена и черенки лежат 100 рублей через месяц выброшу я еще держу их они у в холодильнике поэтому не прорастает стоит им только в это тепло и сразу начинают просыпаться спасибо лишний холодильник купил дорогучий родить только черенков теперь так кстати это тоже расходы которых никто не знает и не понимает что я это не только зарабатываю не трачу косточки вы знаете с косточки супер абрикосов 30 рублей а здесь 15 половина стоимость просто абрикосов было 25 стало 15 слив вишен череша все вишен было 20 стало 15 через 300 рублей стало 15 юля вот меня слышат все у нас а эти самые через и сколько осталось сортов 4 понятно так вот они будут теперь за полцены через его отношения особо они очень плохо всходят если зайдет черешни они же гибридные с вишнями и получается как допустим вы десяток черешен взяли и вырастили так не исключено что часть из них будут маленькими листьями и они будут нет не вишнями они будут как бы дюками то есть гибридом вишни черешни вот а вишня дает моноцойкость черешни дает вкус я вырос в украине значит область называлась волынская деревня жерт него вот военный городок и огромные черешневые деревья на которых я сидел наверное каждый год добрый месяц ребенком потому что они были не крупные но абсолютно сладкие надеюсь это повторить уже в сибири не самые крупные но сладкие и так тот кто читает слушает меня это значит свой кто не слышал тот выйдет и будет заказывать вот это вот по полной стоимости вот это вот по полной стоимости видите 30 рублей 20 рублей 30 рублей 20 рублей в общем для вас вот это на скидки но это уже все дешевле уже не будет чайки заполшены косточки чайки заполшены где-то на 40 процентов все идем дальше ради вот этого текста я решил с вами поговорить прежде чем заказывать семена я бы вас попросил внимательно знакомиться с тем что написал ниже почему это разговорная речь ну не хотят читать устали поколение сменилось вы же сами знаете вот мы поколение библиофилов зайдите в библиотеку посмотрите сколько там народу вы поймете что наше поколение библиофилов исчезло как и мы семена имеют ярко выраженную индивидуальность и неповторимость ребята друзья молодежь я сейчас вам читаю то чего нигде никогда не прочтете и не узнаете это моя особая разговорная речь это мои записки так и так семена имеют ярко выраженную индивидуальность и неповторимость вот это самое главное это вам не то что ниже я буду говорить вы видели фотографию помните козьму пруткова увидел черта не верь глазам своим вот я специально пролесну увидели вот это вот а косточки что дадут а у меня еще знаете что будет следующая серия у меня сотни фотографий садов из моих косточек и сенков чужих садах слово чужое как-то реже слух в наших российских украинских белорусских как казахстанских прибалтийских садах мои семена мои черенки вылечены моими руками и моими руками разосланы и мои помощницы и так они индивидуальны и вот то что я вам показал с фотографией не верьте глазам своим будет другое вот но возможно еще не хуже может быть лучше может меньше крупнее вот и вот это вот исключает понятие сорта то есть фотография на сорте говорю честно объективно фотографии именно каталоги они только дают общее представление а вы знаете пусть я разговорился но это все очень важно надеюсь когда-то вот уже вот этот уже видите сколько я лишнего сказал по сравнению с текстом печатным вот когда-то придет время я надеюсь что это будет очередной книги брошюры вот и тогда вы много узнаете а как случилось что в россии вот в сибири переименовали вишню в черешню растили вишню кислую самую мелкую и все называли черешню а оказывается а сибири где-то слаще морковки ничего то не ели вот представляете картина а у теперь возможность иметь черешню в сибири появилась а еще не появилась а а представьте в омске питомник продает черешневые саженцы а где у него сад то черешневый откуда дровишки и так везде и всюду а у вас будет вот после этого оптимистического заявления а у вас будет читаем дальше итак семена имеет ярко выраженную индивидуальность и неповторимость глядя на них перебирая в руках прикладывая к уху загадывая желание вот невозможно понять а какая в них морозостойкость таится а кого они пойдут мама или папу по рослости сопротивление местным невзгодам в скобках морозостойкость далеко не единственное условие качество плодов и вот вы с помощью роликов фотографий книг незримо присутствуете в лучшем сибирском саду видите плоды которым современная наука запретила покидать границы украины канады сша франции китая бельгии запретила запретила пусть еще раз пусть а все медленно получается но я сейчас вас отправляю к себе фото галерею это единственное в своем роде фото галерея это единственное в своем роде сад другого такого нет на территории я не оговорился я все говорю лучше в сибири вот почему я уже не говорю лучше в россии да мои ученики уже вырастили то же самое мои ученики то же самое и даже лучше теперь мой сад не лучший в россии как было еще недавно а один из лучших россии и все таки вот эта коллекция одна на всю планету почему потому что сегодня на улице 25 апреля через неделю майские праздники в европе все цветет а у меня деревня минус 9 сайногорске минус 7 и все в снегу я вам показал или нет я уже не помню а наверно показал вот это дату видели вот давайте тогда все таки еще дали ставим фото галерею вот и представляете что это чудо я буду выбрасывать черенки и косточки черенки переросшие не дождавшиеся новых хозяин косточки тоже переросшие вот так возвращаемся теперь каталог и читаем дальше итак наука запретила пока покидать границы я нарушил эти границы украины канада сша франции китая бельгии и вам кажется цитирую себя а значит так сегодня закажу семена у железного сибиряка и вся эта невиданная в россии русская за 3-5 лет насчет висеть теперь уже на моих деревьях ответа 2 читаем вы думаете зря этот фильм создаю не будет если вы начитали смертельных советов из сми и наслушались умудренных соседей господи что они творят эти соседи а особенно умудренные второе обязательно будет если правильно посадите мои семена лучше в мире по качеству и морозостойкости и потом по мере роста не станете следуя за миллионами обманутых садоводов гноить и калечить их абрикосы груши не замерзают сгнивают посажены не только в ямке это я расшифровываю что такое гноить и калечить не только в ямке на ровное место не положено им это в снежных регионах быть хотите растить вот будете садить по железу идем дальше а теперь давайте решим вы оптимист и хотите все и сразу вполне реально или пойдете по топам большого пути никуда ах оптимист тогда заказывайте все сразу и побольше и побольше помните этот мультфильм тебе чего побольше к дэн побольше или сосисок побольше ответ и того побольше и того побольше но в любом случае самое трудное что вас ждет первый год выщипывать сорняки вокруг ваших любимцев сеянцев а вообще если посадки семян будут символическим заглублением 05 см они глубоким и на холмики малоснежие или холмы многоснежие холмики малоснежие холмы многоснежие то потом к лучшим из лучших лучше вообще не подходить до плодоношения только полевая забы прежние советы учителей причем только сверху принял этот прием от бога теперь на первое второе рассчитать и это не шутка первая группа сама многочисленная 95 процентов садоводов те кто никогда не возьмет руки привычный нож вам-то и понадобятся семена с деревьев помеченным словом корни собственные слова привой ваши шансы на повторение материнских качеств от 5 до 90 процентов садите густо через полметра прорядить всегда успеете вторая группа 5 процентов то есть каждый 20 вам понадобятся семена деревьев помеченных слов корни собственно и по двое там было привожу по двое а еще семена привой самых роскошных плодов лучших на всей территории россии и мире судьба косточек с этих плодов будет особо они вырастут у вас за лето а в начале зимой вы с них уснувших срезаете весь прямой за включением нижних 5-6 почек оставленных на развитие срезанные ветки перенесете привете населиться по двое часть и будете ждать такого чудо как в моем саду и вас впереди три варианта сада и журав в небе синица в руках и даже жар птица знаете что мы сделаем еще одна из этих это будет несколько серий одной серии фильма налетай подешевела у меня пройдет уже в архиве я буду показывать вам что творится в чужих садах где не повторили мою успех и еще и превысили мою успех и тогда окажется что вырастил косточки это не миф что это еще раз это очень важно я был обвинен в пустыне семьями рязевки двумя дамами учеными дамами вот которые с презрением обзывали меня это каким-то металлургом и которые сказали что у железово смешанный сад а это значит что у него вырастут только дички и жардели вот они не имея понятия о том что прошло 90 лет после того когда эта цитата родилась и они повторили то есть они 90 лет наука спала вот не за не понимая нет не видно что творится подчеркиваю мои доказательства не мой сад можете сказать съездил на курорт крему на фотографировал да вот с девочкой съездил на курорт допустим с внучкой вот к примеру допустим это допустим это видите персик растет видите в руках у ребенка персик это сенька наверно мы с ним крыму да вот я даже кляться не буду что это не правда что это не слишком хорошо известен уже по всей россии поэтому ложь ко мне не прилипнет и обвинение не прилипнет теперь так раз это случилось раз вот это все случилось мы с вами что будем иметь вот мы будем иметь возможность совершить чудо и теперь цена определяется спросом и уникальностью поняли сочетание с удобностью морозостройки все видели до какого-то это самое и я сейчас спешу последний случай еще раз значит видели видели это письмо видели на вебинаре видели что человек купил 120 косточек это вот 100 из них зашло 90 или 100 в общем примерно около 100 зашло и у него получился заплатил где-то 3 тысячи рублей и сразу получил 100 штучный 100 штучный сад за 3 тысячи рублей я там же показывал значит что тот же манчжурский абрикос я показывал вам рекламу значит там у них шел саженец на фотографии была умирающего подчеркну у меня носили носи другой фотографии умирающего желтого желтоцветного абрикоса трехлетнего и написано саженца 3000 я не привелись от 3000 до 12000 от 3 до 12000 а тут получается за эти же 3000 сотня тех же абрикосов и саженцев вы поняли и еще вот эти цифры устарели я сейчас будем заканчивать первую очередную серию и давайте посмотрим и еще дешевле стало знаете если чек у меня минимальная это получается минимальный заказ 1000 рублей так ну пересылка ну да почта дорого 500 рублей почтовые расходы и на 1000 рублей можно купить сколько ну 70 косточек сюда 70 косточек 60-50 из них превратится в сад и это за 1000 рублей это самое выгодное в истории всего даже не россии мира вы знаете что такое доллары что такое эти самые марки и прочее эти еврики вот где вы когда вы купите готовый сад за 1000 рублей от 1000 рублей это 10 это один доллар а 10 долларов за 10 долларов вот так вот и скажу не для у меня были самые крупные заказы сказать русский немец из русский немец из германии у его заказ был это было прошлом году на 100 тысяч рублей вы догадайтесь сколько он это умножьте на поделите на 20 рублей я ему скидку делал вот раз самое обидное что уехала в словакию на 70 тысяч на эти 70 тысяч это как сейчас 150 тысяч потому что это было много лет назад вот это обидно вот единственный супер заказ был на черенки это нпо селябинской нпо сады россии единственный питомник в россии во всем мире который заинтересовался моими этими сортами сорт образцами и купил тогда его всего-то по 45 рублей продавал вот через черенок это сейчас по 200 вот или со скидкой пусту это было несколько лет назад вот это единственный а все остальные плодопитомники якобы имеют свои шикарные сады эти шикарные сады и то есть полный обман покупаете саженцы не хотите мои косточки не хотите мои черенки покупаете саженцы спросите откуда дровишки смело говорить его вот любой питомник кроме двух-трех ну вот любой даже не знаю ничего просто звоните обязательно телефон обязательно сразу даже не видя эти роскошные фотографии вот и даже не проверяйте откуда они сразу почему у вас нет баточного сада кухню есть почему сереньки с интернета вам такой ахинеи наплетут вы окажете все в лапше бесплатная лапша и вас завесит прошу уж поняли да и так очередная серия называется налетай подешевай последние денёчки да сегодня минус 7 минус 9 а через два-три дня плюс 15 успеваете это у меня а вас еще и меньше времени успеваете успеваете потому что это не то что я вам лапшу если я хочу чтобы у вас были сады мне выбрасывать перезревшие перепроснувшиеся черенки и косточки осень будет обидно до свидания друзья не прощаюсь а а